Всем привет! Сегодня у нас будет письмо от подписчицы и даже я бы сказала письмо благодарности. Давайте зачитаю, а потом немножко его пообсуждаем. Итак, пишу вам письмо огромной благодарности за ваши видео и ту информацию, которую вы в них освещаете. Моя история не печальная, но и не веселая. Знакомство в Тиндере в конце апреля. Приятный мужчина из Стамбула. Два месяца ежедневной переписки. Говорил, что разведен. Оба свободно говорим на английском языке. Звал в гости постоянно. В Стамбуле я не была, не успела. Был билет у меня на 15 марта, но из-за карантина пришлось отменить мою поездку. Мне очень нравится общение. Общение было легким. И в соцсетях он мне не добавлял. Разговаривали о том, что мне очень нравилось. Мне очень он нравился. Общение было легким. В соцсетях мы не добавлялись. Разговаривали о том, чтобы сразу после открытия границ встретиться. Изначально я думала сама купить себе билет, забронировать отель. Но потом посмотрела ваши видео и почувствовала, что где-то есть подвох в этом человеке. Он ни разу не предлагал созвониться. Я не очень люблю же сговоры по телефону. Мне их ежедневно по работе хватает. Поэтому я не придавала этому огромного значения. Но посмотрев ваши видео, задумалась. А почему он никогда не предлагал даже созвониться? Почему мне не предлагал купить билеты? Тогда я решила его проверить. Сказала, что банк, в котором у меня счета, объявил банкротство, заморожен. Это была чистая правда. Но только вот свой счет я обнулила за несколько еще дней. И об этом я, конечно же, умолчала. И мол, вот теперь отпуск себе позволить я не могу никак. Ах, печаль, печаль. На что получила сочувствующее сообщение. И все. Никаких предложений оплатить мой билет не поступило. Я снова пересмотрела ваше видео, где вы рассказываете о том, что надо ценить себя. И о том, что если мужчина хочет встречи, он сам найдет способы. К тому же мужчина этот был состоятельным, с его слов. Билеты из Украины стоят всего лишь 150 долларов. Это билет в две стороны. На одном из фото, которые он прислал, я увидела название отеля, хозяином которого он якобы является. Правда это или нет, я не знаю. Мне понадобилось всего лишь 15 минут, чтобы найти аккаунт отеля в инстаграме. Оттуда аккаунт этого мужчины. Но он был закрыт. Я увидела его фамилию. Это было достаточно, чтобы найти его в фейсбуке. А там и его жену. Если у него в статусе не было написано, что он женат, то у его жены было замужем за ним. Этого мне и хватило, чтобы все пазлы стали на свои места. После моей грустной истории о замороженных щитах и всего прочего, общение, конечно же, стало меньше в разы. На вопрос, что случилось, дорогой, ответы были самые разные. То голова болит, то дождь его утомил, то я такой забывчивый стал с этими проблемами из-за коронавируса. Мне было лень выяснять, конечно, с ним отношения и рассказывать о своих находках в соцсетях. В итоге я просто молча высылала скрит страницы фейсбука его жены. Реакция была, ты все разрушила своими сомнениями, ты искала специально повод расстаться, ты его нашла. Конечно же, умелое перекладывание ответственности. Я посмеялась, сказала, что мне искренне жаль его жену и добавила его в черный список во всех мессенджерах. Думаю, если бы был правда разведен, мы бы созванивались, он бы не зажал денег на билеты, не было бы статуса ужина, что сам ужин за ним, и не было бы фейковой страницы в фейсбуке с девушками из разных стран. Спасибо вам огромное за такие правильные наставления, которые вы говорите в своих видео. Спасибо за грустные истории своих подписчиков, которые рассказываете. Благодаря вам я не попала в связь с абьюзером, не повелась на красивые слова и не строила никаких иллюзий. Поэтому на данный момент испытываю только благодарность. Вам и вашим силам за такой опыт. Впредь я буду внимательной в интернет-знакомствах. Желаю вам вдохновения на новые полезные видео и скорее советую всем девушкам, которые заводят интернет-знакомства, проверять своих мужчин в соцсетях. Там может быть больше информации о нем, чем он сам рассказывает с благодарностью. Имя, наверное, называть не буду. Интересная история. Спасибо вам большое. Я всегда про это и говорю, что, естественно, надо проверять. И когда вот эта история, где знаешь, что задействовано сразу, чувство вины перекладывания, да, человек накосячил, его спалили. И очень-то, кстати, гуманно себя женщина повела. Ни жене ничего не писала, скрины ей никакие, да, общения. Не стала лезть, разрушать его брак там и все прочее. Потому что женщина кто? Самая достаточная. Она в это не влазила. И я вот вам, девочкам, например, хочу отметить сразу. Ты виновата, ты искала повода для разрушения наших там отношений. Ты его нашла. Ты, ты, ты. Дорогой, я нашла то, 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 что ты создал. Собственно, куда ты семечку заложил, то я и нашла. Собственно, что я сделала плохого? Я сделала все, как и должно было быть. Так что вот это перекладывание в чувство вины, ответственности, красавчик вообще. Надо было просто добавить молча в черный список. Это очень достойно. Но на эмоциях, я бы не знаю, можно было написать что-то гадкое и высказать человеку эмоции, потом уже добавлять его в черный список, чтобы он знал, что так делать. Ну, просто кошмар. Вы молодец, что вовремя об этом подумали. И, по сути, так и надо делать. Так и надо проверять. Проверяешь, предупрежден, вооружен. Наши девушки, к сожалению, заливают глаза и очень часто ничего не ищут, не находят, потому что они боятся. Именно боятся потерять вот эту иллюзию. Мы же всегда в интернете, не только мужчины, да и женщины, все. Мы одеваем маски, стараемся выглядеть не такими, какими им есть на фотографиях в реальной жизни. Вот эти фотошопы, всякие истории. Мы приукрашиваем жизнь свою, все по-другому выставляем. Это же определенный образ, не то, что есть на самом деле. И человек, по сути, влюбляется сначала в этот образ в интернете, а потом, когда происходит реальная встреча, мы уже сопоставляем, насколько образ сходится с тем, что на самом деле. И очень часто бывает, что образы не сходятся. Люди совершенно разные. Вот. Так что вы молодец. Я очень рада, что мои видео кому-то помогают именно вот так, что, посмотрев именно видео, вы пришли к выводу, что так надо бы поискать, задались вопросом, почему про встречу, про билеты, про всю эту историю. То есть у вас какие-то сомнения возникли. И меня это очень радует, что видео, для меня всегда самое главное вознаграждение, что видео я снимаю не просто так, а кому-то они приносят пользу. Кто-то о чем-то задумывается, как-то меняет свою жизнь, о чем-то рассуждает, что-то такое происходит. Для меня это самое лучшее. Благодарное спасибо за ваше письмо. Конечно, очень приятно, что я кому-то помогаю. Конечно, понимаю, что я там устала быть одна, мне хочется отношений. И я готова поверить даже в какой-то там прям миф такой идеального мужчину, который в интернете увижу. Но, девочки, лучше одной, чем с кем попало. Лучше одной, чем в обмане. Лучше одной, чем быть чьей-то любовницей, когда он жену свою обманывает. Всегда надо не забывать, что... И он с ней так поступает, с женой. Неважно, как он ее предоставляет. Виноватый в проблемах. Его насильно женили на ней и всякое-всякое прочее. Он с вами поступит точно так же когда-то. Потому что когда-то он и ее любил, и ей что-то обещал и говорил. Она же не просто так замуж попала за него, понимаете? Когда-то она была в вашей позиции возлюбленной. Но все меняется. И нет гарантии, что в отношении вас когда-то со временем ничего не изменится, в так же негативное и плохо будет. Как вы, елки-палки, этого не понимаете? Потому что на этом надо заострять внимание. И когда говорят, я на ней женат, чистость, чувство жалости, или мы вместе не спим, не живем и все прочее, достойный мужчина, здравомыслящий, без проблем с психикой, я имею в виду, все с ним в порядке, такой человек просто берет и разводится, или расстается с человеком, и начинает другие отношения. он ничего не тянет. Потому что у него есть чувство самодостаточности, свое достоинство, и он не боится расставаться. Он не боится, он не трус. Вот об этом вы всегда должны помнить. И я не осуждаю женщин, которые идут на роль любовницы. Я об этом много всегда говорила. Я не осуждаю, говорю, вы плохи или еще что-то. Но вы просто всегда, девчонки, помните, что у вас всегда есть выбор, быть на втором плане, на втором месте или нет. Вы же все равно соглашаетесь на эти отношения. Даже когда вы повстречались, очень многие мужчины, к сожалению, вот они как пауки, сеть распалили, похорошились, попавлинили, себя показали, в сети закутали, а потом фигак, вы узнаете через 3-4 месяца. Бывает через полгода, бывает через год. У меня есть знакомая, которая узнала, что через год у его мужика есть ребенок, жена. Он женат, у него есть ребенок. Представляете? Это он закрутил с ней когда-то в Россию. Но он не русский, но живет в России. То есть менталит, ну, родился в России, немножко мужчина с Кавказа. При деньгах такое было, цветы, кино, домино, все дела они вместе не жили, встречали, все как полагается. Она не знала даже, что у него жена и ребенок. Может, в соцсетях его там нигде тоже не было. Света история. Хоть, как говорится, именем фальшивым не назывался, но про него никакой информации особо не было. Она живет в огромном городе, поэтому бы нереально было найти каких-то там общих знакомых случайно. И она узнала об этом. Ее нашла его жена. И он с ней роман закрутил, когда она была беременна, недостаток внимания и все прочее. Это он так объяснял, да? И как нормальный здравомыслящий человек поступил? Она с ним, конечно, рассталась, все это бросила. Его жена ненормальная. Потому что надо, блин, разводиться даже с ребенком такого мужика гуляющего, который может просто завести семью на стороне, вторую, неофициальную. Она начала еще этой девахе угрожать. Ты залезла, ты виновата. И ты там вообще ее преследовала. На нее там ее знакомые наезжали. Просто она говорит, я сама узнала вчера, что ты вообще существуешь. Как ты меня можешь обвинять в том, что я залезла в вашу семью? Да я, говорит, не подозревала вообще. И она сразу, естественно, с ним рассталась. Представляете? Такие истории бывают. Хочу, чтобы говорить про интернет. Я рада, что видео мои полезные. Спасибо за вашу обратную связь. Пишите комментарии, предлагайте темы для видео. Если поставите лайк, этому видео я буду очень признательна. Всем спасибо. Всем пока.